На стадионе Металлург футбольное дерби. В финале за Кубок Самары играли две команды с одинаковым названием – Крылья Советов. В обеих – бывшие профессионалы легендарного клуба. Первый тайм прошел на равных, и футболисты разошлись миром – 1-1. После перерыва инициативой завладели игроки в синих футболках и вырвали победу со счетом 4-1. Последний мяч забили с пенальти. Хорошее настроение на данный момент – это те соревнования, где я участвую. Поэтому футбольное прошлое дает о себе знать, и хочется в любой игре, в двух соревнованиях побеждать. Финал Кубка города по футболу традиционно проходит в день физкультурника. И для спортсменов победа на соревнованиях в этот день особенно дорога, а поражение втройне обидно. Игра была обоюдоострая, никто не хотел уступать. 1-0 проигрывали. Получилось так хорошую атаку провести. Сравняли 1-1. Во втором тайме тоже имели много моментов, к сожалению, не реализовали, но соперники за это нас наказали. Отличная игра получилась. Конечно, за пять минут получить, когда раскрылись еще несколько голов, это всегда неприятно. Но в целом, еще раз говорю, команда весь сезон показывает хорошую игру, но так бывает от футбол. Поздравили финалистов Кубка Самары по футболу представители городского департамента спорта и областного Минспорта. Здорово, что в этот день, день физкультурника и день спорта, что проводятся разные мероприятия на разных площадках, волейбол, футбол, бокс и так далее. Сейчас на набережной будет проходить пляжный волейбол. Поэтому здорово. Я хочу поздравить всех с этим праздником, всех, кто причастен к спорту, всех, кто причастен к физической культуре. Хотелось бы выразить благодарность и губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову, и участникам оперативного штаба за их понимание того, что заниматься спортом – это нужно, это большая потребность у людей. Розыгрыш Кубка Самар стартовал в начале лета. За трофей сражались команды по олимпийской системе в двух дивизионах – до 35 лет и старше. Пришли на футбол и ветераны крыльев советов. Правда, только в качестве болельщиков. Но подарки от федерации получил каждый. Без прошлого нет настоящего и будущего. Мы стараемся преемственность поколений соблюдать, мы стараемся это все отмечать. И у нас это получается. По крайней мере, сегодня были приглашены на награждение. Те люди, которые в свое время отдали очень много сил и энергии и лет за команду крыльев советов. Завершился розыгрыш Кубка Самары по футболу еще одним финалом. Здесь встретились игроки до 35 лет. Молодежный задор дал о себе знать, и счет на табло получился хоккейным. Нефтяник забил семь мячей, Волжанин ответил двумя. Сергей Кизоркин, Николай Пифанов. События.